Итоги недели с Николаем Сванидзе Соступает на вахту дежурному по фейсбуку Анастасия Постригай, ведущая программы «Минуты об искусстве». А в 23.00 в нашем эфире известнейшая Карина Истомина, диджей и блогер. Да, не пропускайте ни в коем случае, друзья. В этом часе мы с Николаем Карловичем подводим итоги новостные, итоги недели. Виктор Набутов подготовил, так сказать, списочек. Да, дайджест. Ну что, поехали? Да поехали. Неделя такая достаточно любопытная. Что оттягиваться? Кота за хвост, да. Не могу сказать, что было много радостных событий. Я хотел про нефть рассказать от British Petroleum. Друзья, мы живы, мы живы, счастливы. Это уже радостно. Это правда. Вот знаете, просто к размышлению интересная информация. Британская BP, одна из крупнейших нефтяных компаний мира, сообщила, что в течение следующих 10 лет намеренно сократить добычу нефти на 40%. Значит, там, это уже происходит. Значит, сейчас 2,6 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году суточная добыча упадет до полутора миллионов нефтяного эквивалента. Тем самым компания снизит затрату на разведку и добычу, что также потрудничает масштабное сокращение персонала. Высвобожденные средства BP намерена пустить в возобновляемую энергетику. В части компании заявила о намерении до 2030 года в 10 раз до 5 миллиардов долларов увеличить ежегодные инвестиции в технологии и процессы с низким углеродным следом. Тем самым она будет придерживаться плана добиться к 50-му году нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно прогнозу BP, повышение средней годовой температуры в течение следующих 30 лет на полтора градуса, что нам светит, по всей видимости, снизит спрос на нефть на 75%. Компания должна быть готова к такому развитию событий, поэтому резко меняет курс развития. Пойти на изменения немедленно компания заставила и пандемию коронавируса, и вызванный спад в экономике. За год цена на нефть упала настолько, что за первые 6 месяцев этого года BP понесла убытки в размере почти 20 миллиардов фунтов до уплаты налогов. Это огромные деньги. Значит, тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль составила 6 миллиардов фунтов. С таким багажом не может быть и речи об инвестициях в разведку и добыче нефти, заявил глава компании. Вот он на наших глазах, конец нефтяной эпохи. Да-да-да, это стратегия, это мировая экономическая стратегия, дорогие друзья. Причем тут и тактика экономическая тоже имеет место, потому что конъюнктурные события к тому же приводят. Там, скажем, действительно на фоне эпидемии коронавируса, что, скажем, замедление или рецессия китайской экономики уже ведет к снижению интереса к энергоресурсам. Нашим, прежде всего. Разумеется, не в последнюю очередь. И к снижению цены на них, соответственно. Поэтому я думаю, что в конечном счете, через очень большие экономические потрясения, неизбежные для нас, мы придем, наконец, к искомому, а именно слезем в Казахстан с иглы нефтяной. Но это... Ломка будет жесткая. Ломка будет очень жесткая, да. Причем это неизбежно абсолютно. Это мировой тренд. И здесь это ничьи, не игры. Это мировой тренд абсолютный, я повторяю, и тактический, и стратегический мировой тренд. Да, ну просто в отличие от многих развитых стран, которые не производят, не добывают сырье, они его используют. Мы это сидим на доме. Потому что здесь же еще и экологические проблемы. Здесь же еще и сланцевая революция в Штатах, прежде всего. То есть здесь масса всего, и все в одну калитку. Да, окей. Ну ладно, поехали. Это просто такая информация к размышлению интересная. Начинаем с понедельника наш обзор. По итогам 2018 года... Все неприятные, ребята, новости. По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Это чудовищная нищета. Треследование Росстата, социально-экономические индикаторы бедности, которые приводят РБК. При этом отмечается, что подобная статистика публикуется с задержкой в два года. А влияние пандемического кризиса динамику детской бедности можно будет оценить в 2022 году, и оно будет серьезным. По данным Росстата, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель. Всего по итогам 2018 года за чертой бедности, включая детей, проживало 18,5 миллионов человек или 12,6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей, почти 50%, приходится на категорию многодетных семей. Начительный 40% также оказалась доля детей, проживающих в малоимущественных сельских семьях. Ну, кошмарная статистика. Здесь сразу же две характеристики. Первая – причина. Значит, и мы сразу же приходим к неутешительному для нас выводу, что последние 20 лет, несмотря на то, что как минимум 10 из них попали на очень удачную для нас, просто счастливую экономическую конъюнктуру, как раз высокие цены на нефть, когда еще вот этого тренда, о котором мы только что говорили, еще его не было. Когда просто сыпало золото из нефтедолларов на нашу страну. Да. И мы никак не использовали это для борьбы с нищетой. Больше, более того, мы подсели при Путине еще сильнее. Доля ВВП ресурсов прилично выросла по сравнению с Ельцинским. Это само собой, это психологически вполне понятно, к сожалению. Это вот такая трагедия, трагедия высоких цен на нефть. В странах с высокой... Нефтяное проклятие. Совершенно верно. Проклятие нефтяное, о котором говорили многие экономисты и продолжают говорить. И это не позволило нам решить наши экономические проблемы. И вот результат. Мы видим, это нищета и, прежде всего, детская нищета. И следствие. Следствие это то, что такое детская нищета. Это здоровье. Это продолжительность жизни. И это качество будущих поколений. Вот, совершенно верно. Это качество будущих поколений в смысле его здоровья физического и в смысле его образовательного уровня. Конечно. Потому что это люди, это дети, которые вырастают в нищих семьях. Как они будут получать образование? Образование их будет низкое. Соответственно, возникает целая огромная социальная страта. Огромная социальная группа людей, которые из поколения в поколение обречены на низкий образовательный уровень, на слабое здоровье. И на то, что они будут тянуть нашу страну назад. И это проблема, пока не будет очень серьезных изменений, просто радикальных, социально-экономических, политических в нашей стране. Эта проблема будет тянуть нас просто как камень на шее. Как камень на шее. Ужасная совершенно ситуация. Ну, ужасные цифры тоже. Не мог пойти мимо, к сожалению. Вторник. В общем, жалко ведь до смерти. Мы все так рационально рассуждаем, берем статистические данные, а это ведь все живые конкретные люди, живые конкретные маленькие дети. И это значит отставание государства, это значит определенный уровень людей, которые будут руководить государством, которые будут опираться на поддержку этих слоев. Это дешевый популизм. Слушай, наверное, это определенный уровень политических требований. Требований всего, требований к себе, требований к всему. Это определенный уровень безответственности голосования. Деградация государства. Которая всегда бывает у нищих людей. Сто процентов. Сто процентов. Потому что когда ты думаешь только о куске хлеба на завтра, не являешься конкурентным профессионалом, то ты готов проголосовать за все, что угодно. И поверить каждому шулеру и жулику, который тебе что-то обещает. Конечно. Конечно. Так и сейчас, извините меня, кто составляет ядро избирателей первого лица, например? Что, образованное городское население, как бы активное? Ну, кроме тех, кого заставляют или кто вынужден там по работе. Это огромная российская провинция. Это женщины выше среднего возраста. Да. Со средним образованием. Не потому, дорогие друзья, что женщины глупее мужчин. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто в пожилом возрасте женщины заставляют у нас большинство. У нас просто мужики не доживают до старости. Поэтому женщины. Вторник, ребята. Минфин начал расторжение соглашения о двойном обглажении с Республикой Кипр. Договор не дает возможности увеличить до 15% налоги на дивиденды и проценты для российских резидентов. Значит, также российская сторона вдруг стала считать, что Кипр способствует утечке капиталов из Российской Федерации. Значит, действующее соглашение с Кипром позволяет снизить ставку при выплате дивидендов на Кипр до 5 или 10%, а на проценты по займам до нуля. Минфин предложил кипрской стране поднять ставки до 15%, как по дивидендам, так и по процентам. Однако Кипр выдумал свои предложения, которые, по данным Минфина, размывают и делают недостижимый, предполагаемый эффект от поддержки национальной экономики и социальных программ, а также будет способствовать безналоговому выводу денег с территории РФ. В итоге было принято решение отказаться от соглашения с Кипром, ну а накануне по подобным же соображениям решили отказаться от сотрудничества с Нидерландами. Интересно. Интересное кино. Где зарегистрировано несколько очень крупных компаний, прежде всего из Телекома. Видим, у них там по Телекому отдельные специальные какие-то преференции серьезные. Потому что Билайн, по-моему, там зарегистрировали. Интересно. Интересно. Что скажете? Да ничего не скажу. Офшорики стали пощипывать. Если денежки назад возвращаете дальше. Будем наблюдать. Будем наблюдать. Слушайте, но на Кипре зарегистрировано огромное количество еще и госкомпаний наших. Конечно. Или каких-то аффилированных с ними структур. Нет, нет, это классический наш. Такой родной, любимый оффшор. Да. Окей. Просто информация к измышлению. Поехали дальше. Удивительное дело. Во вторник Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе на незаконное применение насилия в отношении участника протестных акций еще 19-го года Михаила Файто. Об этом сообщает комитет против пыток. Десятки других пострадавших так и не смогли добиться рассмотрения их заявлений. История, что 3 августа 19-го года Файто был задержан в центре Москвы, доставлен в МВД России по район Печатники. Впоследствии он рассказал, что был серьезнейшим образом избит полицейскими при выходе из автозака, поскольку стал задавать вопросы и оспаривать законность действий сотрудников полиции. Всего же массовые акции протеста летом 19-го года проходили из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгордуму тогда отказал в регистрации всем видным столичным оппозиционерам. Многие из них были отсечены от участия в протестах. Некоторые отбыли несколько сроков административного ареста. Силовики жестко тогда разгоняли протестующих. Мы уже просто забыли об этом. Столько всего произошло. Только 27 июля было задержано 1373 человека. Ну вот как бы первое потенциальное дело, скажем так. Знаете, что здесь еще обращает на себя внимание? Я прошу на этом немножко сфокусироваться. Вот то, что сейчас сказал Виктор, что он был избит. Это тут как бы между прочим. И мы на этом уже даже не концентрируемся. Это само собой разумеется. Вот если человек обвинтят, его бьют. Если его допрашивают, его бьют. Вот это просто... Причем бьют страшно. Бьют это не значит, что там две пощечины дали. Но могут человека изувечить. Да, иди по этим докажи. Как человеку сломали вон ноги в отделении милиции? Да. И его еще и обвинили после этого. Потому что есть видео, все под камерой. Это самое страшное то, что это теперь в порядке вещей. Избиение, пытки. У нас в порядке вещей. И пытки страшные, просто гестаповские. Вот теперь с чем не сталкиваешься? С каким делом не сталкиваешься? Вот по линии СПЧ. Все время пытки, пытки, избиение, избиение. Просто как нечего делать. Вместо здрасте. Норма жизни. Это самое ужасное то, что это уже не исключение. Это уже нормально. Ну как, ну взяли человека немножко, пощекотали. Ну нормально. Надо дома сидеть, потому что Николай... Да, 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 именно так. Они права тут качать свои ходить. Именно так. Хотите как в Париже? Вот, да. Это же, понимаете, вот если мы когда-нибудь, я надеюсь, все-таки будем менять систему работы наших правоохранителей, правоохранительных органов и следственной системы. Ведь насколько нужно будет менять кадры? Это просто поразительно. Потому что люди просто привыкли к тому, что ну так надо, ну как? И сокращать численность. Одну секунду, я вам покажу, отвлекаясь от моего дайджеста, я опубликовывался в Фейсбуке довольно любопытные цифры, чтобы вы понимали. Сейчас, одну секунду. Потому что тут берут людей, по-моему, по принципу, очень часто. Конечно, там много нормальных людей, но их там тоже перерабатывает в сторону наклонности к садизму. Да, сейчас, извините, у меня... Я сейчас вернусь, плохо работает интернет-студия. Я найду эту интересную статистику. Давайте пока... Как вы считаете, каковы... Нормальный интернет работает. Каковы перспективы... Даша, не давайте спуску, действительно. Да подожди секунду, не грузится в Фейсбук. Что я могу поделать? Интернет ему наш не нравится. У кого-то телефон гадкий просто, понимаете? Наш российский интернет ему не нравится. У нас, хотя, неплохой интернет в стране. Правильно. Между прочим. У нас вообще в стране очень... И бесплатный. А вам бы лишь бы все ругать. В отличие от вашей проклятой Америки, Николай Иванович. Наша отечественная, правильно. Везде забавки, даже в гостинице. Ваши, ваши Америки. Так, ваше... Ваши Америки. Ваши Америки. Должен. Как вы считаете... Как вы считаете, насколько велики перспективы все-таки обвинительного в адрес сотрудников приговора? В данном конкретном случае? Сотрудников приговора. Ну вот, то есть, соответственно, они... Они стремятся к нулю. Стремятся к нулю? Стремятся к нулю, конечно. Это опыт подсказывает. Хорошо. Так, давайте одну секундочку, значит, поехали дальше. Среда. Так, что я заметил, в среде... О, Минфин предложил в среду увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году. Вот это правильно. Согласно документам, министерство финансировано может вырасти почти на 89 миллионов рублей. Вот это вот, давайте проголосуем действовать. До 14 миллиардов рублей. Давайте проголосуем действовать. Я за. Да. И Даша за. Да, да, да. А вы за? Я на всякий случай. А вы за, Виктор? А? Вот тут проверим. Одну секунду, вы недослушали информацию. Да. Очень интересная история работает. Так, я выключил. Итак, смотрите. В 22-м году... Это в следующем году, да? На 89 миллионов увеличат. До 14 миллиардов 280 миллионов. В 22-м году сократят. Вот вы, Са, на 191 миллион. А вот это почему это? В 22-м году сократят на 191 миллион. А нам для нашего президента жалко, что ли? Да. А в 23-м увеличат на 219. Объясните мне. Про 36-й что-нибудь говорится, нет? Нет, нет. Про 36-й Лукашенко накануне в интервью Дмитрию Гордону. Много всего интересного наговорили. В том числе и то, что, по его мнению, Путин до 36-го года не досидит. Ой, типунный язык, Александр Григорьевич. Отвязался. Типунный язык не досидит. Мы еще посмотрим, кто не досидит. Старший брат какой-нибудь. Или кто, наоборот, досидит. Во-во-во-во. Нет, ну он там, конечно... На себя посмотрите, он 9-го числа. Он там хитро, что он найдет человека, который... Где же ты найдешь такого человека? Но в целом вы считаете, что... Покажи мне такую обитель, как писал Николай Никрасов. Николай Николаевич, в целом вы считаете, что надо увеличивать расходы на деятельность администрации президента, потому что фактически это основной и закона... Законоинициативный орган и исполнительный орган в нашей стране. Филиппов, как это самое... Гайдаевский. Помните, Кубань всероссийская... Кубань всесоюзная жидница. Жидница. Значит, Кавказ всесоюзная и жидница, и здравница. Вот это наше все. 100%. Это наше все. А тут какой-то миллион евро. Поэтому денег нам не жалко. Не жалко? Нет. Берите. Берите, берите. Сколько здесь... Все, что не есть. Так, любопытные цифры. Сколько силовиков в Российской Федерации? Ой, много силовиков. По-моему, около двух миллионов, не считая армии. Вот смотрите, если бы... Армия, миллион девятьсот тринадцать тысяч суммарно. Видимо, сюда входит и гражданское население, которое сейчас выведено формально, но работает в вооруженных силах. Повара, уборщица и так далее. Армию я убираю в сторону. Ну, как он убирает в сторону армии? Нет, я не... Я не понимаю, что он сегодня себе позволяет. Я успо... Хорошо, хорошо. Мы уходим. Хорошо. Миллион девятьсот тринадцать тысяч двести девяносто восемь человек. Армия. МВД восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят один человек. Росгвардия. Росгвардия триста сорок тысяч человек. ФСИН двести девяносто пять тысяч человек. МЧС двести восемьдесят восемь тысяч человек. ФСБ погранички двести шестьдесят два. Налоговая сто шестьдесят восемь. приставы 74, таможня 61, прокуратура 51, ФСО 50 тысяч. Вот я не знаю, меня гордость охватывает. Потому что я когда слышу эти цифры, меня охватывает гордость. До конца непонятно. Судьи 29 тысяч, СК 23, СВ 13 тысяч. Он все нам про нищих детей рассказывает. Вот что надо говорить, вот, вот что, это главное, это важнее. Значит, смотрите дальше, что еще, самое главное, да, эти цифры, в общем, ничего не значат. Как они ничего не значат? Порядка двух миллионов охранников. Что же нам сунется-то? У нас два миллиона охранников. Кто к нам сунется у нас? Они же губернаторы. Да, они в конечном счете. Через их из. На пенсии выходят, становятся губернаторами, да. Ну, короче говоря, в общем, два миллиона охранников я бы сюда не включал, потому что все-таки это, ну, они могут. Зря, это хороший административный ресурс. Вооруженные люди, между прочим. Хорошо, я ставлю, я ставлю, два миллиона. Итого восемь миллионов, почти восемь с половиной миллионов человек, которые потребляют пять триллионов, триста девяносто миллиардов рублей. Ну, конечно, потребляют, они же здоровые люди. Значит, восемь с половиной миллионов человек из семидесяти пяти миллионов рабочего населения. Это одиннадцать процентов. Прибавьте к ним семьи. Конечно. У них же семьи. И расход на них, на силовые структуры, с учетом двух миллионов охранников, почти двадцать девять и девять десятых процента. На всякий случай. Треть денег на них уходит. Вот на все это ничего не производящие люди, по большому счету. Друзья, вот именно это называется полицейское государство. Вот именно это называется полицейское государство. Полицейское государство, это вот по степени, по проценту ВВП, по вниманию, которое уделяет государство именно этой сфере деятельности. Своим вооруженным людям. Не тем, который охраняет государство от внешнего врага, а тем, кто охраняет государство от врага внутреннего. Ну, здесь и армия, она как бы формально. Нет, армия само собой, да. Но здесь мы видим, что армия не главное место занимает. Для армии не жалко, хорошо. Для армии не жалко. Хотя, конечно, здесь тоже действует принцип эффективности, да? Сколько нужно, чтобы было надежно, и в то же время, чтобы не страдали другие наши сферы экономические. Потому что я, например, знаю, что у нас снижается на образование расходы. Конечно. А, между прочим, расходы на образование, это наша конкурентность в мире, в том числе и связанная с обороной, несомненно. Потому что какая может быть эффективная оборона до достаточного уровня образования не может быть. Безусловно. Безусловно. Но явно мы полицейские государства, а не медицинские. Нет, 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 не медицинские, не социальные, я бы так сказал, не социальные. Военно-полицейские. Военно-полицейские. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил представителю комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию расходования денег на медперсонал, заболевший ковидом. Она должна выяснить, почему в городе игнорируют указ президента о страховых выплатах переболевшим врачам. Пишет об этом фонтанка. Хотя в городе более 7 тысяч медиков заразились коронавирусом, компенсационные выплаты почему получили только полторы тысячи? В Петербурге, кстати, кроме президентской установили городская выплата с зараженным медиком в размере 300 тысяч рублей. Значит, принцип проведения расследования будет тем же. Изначально комитет здравоохранения поставил жесткие условия медикам, прописав правильный алгоритм заражения и умирания. Так, в справке о смерти... Еще раз поставить с этого места подробнее. Что значит правильный алгоритм? Комитет здравоохранения поставил жесткие условия медикам, прописав правильный алгоритм заражения и умирания, по которому и будут совершаться выплаты. Что такое правильный алгоритм? Алгоритм, ну, то есть, как бы, от чего человек умер, если что, если он медит. А, то есть, ты умер по стандарту? Ну, есть некий алгоритм по стандарту, тогда ты получаешь его. Ну, я виноват, это текст Фонтанки, да. Так, в справке о смерти причиной обязательно должна быть указана новая коронавирусная инфекция. Если медработник скончался от сопутствующих заболеваний, вызванных, например, коронавирусом, его семья на выплату претендовать не может. Не считается. А, естественно, что все умирают от сопутствующих. Разумеется, конечно, умирают от воспаления легких, вызванных коронавирусом, но не считается, да. Прямые указания президента, очевидная ситуация, не такие уж гигантские деньги. Люди на первом рубеже обороны, в самой большой зоне риска, контактеры, врачи. Дорогие друзья, я сейчас посмотрю, это врачам, это не людям вообще, это не нам с вами. Нам с вами то же самое. Мы попадаем в статистику или не попадаем. И если помираем, не дай бог никому, уже желаю всем здоровья, не прямо от коронавируса, а от пневмонии, то считается, что умирают от воспаления легких, а не от короны. И не попадаем в соответствующую статистику. Ну как такое возможно, Николай Николаевич, объясните? Ну ведь, ну, президент несколько раз выступает и говорит, что выплатите людям деньги. Выплачивают. По 150 рублей некоторым выплатят, он водителям скорой помощи. Они что, не в зоне риска? Или стали высчитывать, сколько минут в день он потенциально во время вызова мог контактировать, а не то, что он на смену вышел? Это как вообще, Николай Николаевич? Абсолютно бездушная людоедская система, на самом деле, конечно. Циничная. А местные человек говорят, а что у нас алгоритм? Циничная, да. Экономика. Экономия денег. Так тебе деньги не региональные, тебе дают их с федерального бюджета. Все равно экономят. Здесь два сразу вывода. Значит, две причины, вернее. Первая, экономия. А вот что с ними потом делать, это другой вопрос. И вторая, удачная статистика. Потому что регионы отчитываются. Говорят, у нас, у вас что, много помирает от короны? Нет, у нас мало помирает от короны. Молодцы. Возьмите с полки пирожок. Это же нормальная бюрократическая система, доставшаяся нам с советских времен. Катастрофа. Катастрофа, конечно. Просто кошмар. А, катастрофа. Та же палочная система. Ну что, переедем в четверг? Слушатели, вот как раз нам пишут, ну, конечно, они подают статистику о том, что у региона низкая заболеваемость. Как они поэтому, по-вашему, после этого должны выплаты медикам провести? Разумеется, конечно, конечно. Кошмар. Кошмар. Ну что, в четверг, Николай Кадж? Слушай, давай мы в четверг переедем буквально через несколько минут. Александр Григорьевич, он вчера наговорил много. Вон, да. Ну, чтобы как раз... Вчера был крут. Не разрывать новость. Ну, и приговор по делу нового величия, конечно же. Друзья, все это буквально через пару минут в эфире «Серебряного дождя» обсудим с Николаем Карловичем Сванидзе. Оставайтесь с нами, пишите. Плюс семь девятьсот три семь девятьсот три шесть три три три. СМС-портал, Ватсап, Вайбер. Ну и, конечно, не забывайте про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя» в Ютьюбе. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя» до конца этого часа. Виктор Намбутов, Дарья Гордеева. Ну что, к Белоруссии переходим? Давай начнем лучше с дела нового величия, наверное. Потому что Николай Карлович, ты, так сказать, вчера присутствовал у здания суда, насколько я понимаю. Да-да. Сегодня выглядите не бодрым, Николай Карлович. Нет, я бодр. Да? Ну, вы там целый день привели, насколько я понимаю. Нет, ну, я провел там час-час-час-час-час-три, наверное, да. Люблинский районный суд Москвы в четверг, спустя почти полтора года после начала слушаний, огласил приговор по делу нового величия. Семерых подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества. Все они вину отрицали. Трем обвиняемым в итоге прокурор запросил реальные, а четверым условные сроки. Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй, ну, это школьники фактически, да, и установить временное правительство. Значит, Вячеславу Крюкому в итоге дали шесть лет колонии общего решения, Вячеслава Костыленкова к семи годам колонии общего режима приговорила Петру Кармазину шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Дмитрию Полетаеву, значит, освободили в зале суда, он содержался в СИЗО и приговорил к условному сроку шесть лет. То же самое с Рощиным шесть с половиной лет условно. Анна Павликова, наверное, самая известная девушка. Самая юная. Самая юная из этой группы. Четыре года условно. Мария Дубовик шесть лет условно. Суд посчитал недоказанным показания подсудимых и провокаций со стороны некого господина Константинова. Говорится в приговоре судья Александра Маслова, значит, дело в том, что Александра Константинова, который участвовал в чатах нового величия под именем Руслан Д. Страна защиты называла провокатором правоохранительных органов, внедренных в компанию активистов. Ну, он, собственно, все и придумал. Как я понимаю. Ну, вот, собственно, единственное, значит, здесь плюс, что одного из ребят освободили в зале суда. Все остальное – большие жирные черные минусы. Значит, начнем с того, что они все признаны виновными. Да. Значит, им уже испортили биографию. Я не говорю о том, что им до того успели испортить здоровье, девочкам в частности. И Анне Павликовой, и Маша Дубовик. Им здорово испортили здоровье. Я не буду сейчас углубляться в подобности, об этом уже много раз говорилось, и никому эти детали удовольствием не доставят. Пока они сидели в СИЗО. Их совершенно с людоедской жестокостью не выпускали из СИЗО, хотя никуда не удрать не могли. И могли сменить тогда меру пресечения, поменять на домашний арест. Это сделали с очень большим опозданием. Успели очень здорово повредить здоровье молоденьких девочек совсем. И теперь их признали виновными. Значит, ну это очень большие социальные минусы, конечно. Там очень сложно будет получать образование и так далее. Ну и хотя бы, хотя бы проявили что-то похожее на гуманность к девчонкам. Им дали условный срок. По нашим меркам, дорогие друзья, я не раз об этом говорил, условный срок – это оправдание. В контексте нашей судебной системы, когда говорят условно, это значит, что они оправданы. Это значит, что у меня нет вообще намека на вину. Просто суд не выносит оправдательных приговоров наших, чтобы не связываться со следствием судеб, с ФСБ, который в данном случае стоит за этим делом. Поэтому надо сказать, что фактически они оправданы. Но это фактически, а юридически нет. А ребята получили, вот Костыленков получил семь с половиной лет, друзья. Семь с половиной лет, столько и столько раньше. Семь лет. Да, да, полгода ему скостил суд. Семь с половиной обвинения требовало, ему дали семь. Столько раньше за групповое изнасилование давали. Теперь ни за что, семь лет ни за что. Мало того, его били. Вот когда я говорил о пытках, его били страшно, его пытали. Ему, значит, там его сажали на ручку там от чего-то там. Значит. А даже так? Да, 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 да. Вот, там ни то молотка, ни то чего-то, не помню сейчас. Этих деталей, но они маловкусные. Вот. И было очень здорово, в общем, изувечивая. Это зафиксировано? Зафиксировано, да. Он об этом говорил. Следы побоев были. Это все не я придумал. Вот. И вот он получает семь лет. И это одна статья. Одна сторона дела, что невинных людей признали виновными и кого-то засудили на реальные сроки. Второе. Вот этот вот, вот здесь у нас с вами в студии висит бумажка, которой перечислены слова, которые нельзя произносить. Вот все эти слова я бы хотел произнести в адрес того человека, который выступал провокатором в этом деле. Александр Константинов. Александр Константинов, он же Руслан Дэ, его настоящее имя Раду Зелинский. Раду Зелинский. Гражданин Молдавии. Человек, который по собственной инициативе, по зову души выступает провокатором подобного рода дела. Как он сказал, у меня такое хобби, вступать в всякие разные незарегистрированные организации и смотреть, что там происходит. Он назвал это хобби. Совершенно верно. А живет он за счет чего? Не знаю, за счет чего он живет, хрен его знает. Но это сволочь, прошу прощения. Так. Вот, просто, это моя личная человеческая оценка этого молодого человека. Взрослого, впрочем, достаточно. Который специально провоцирует детей, в общем, несовершеннолетних, на совершение преступлений. Само по себе это вписывается в одну из статьи нашего УК. Это уголовное преступление. С его стороны провокация на преступление. Само по себе есть преступление. Он взрослый человек. Он их собрал вокруг себя, хороводил, сказал... Он снимал помещение. Снимал помещение, писал устав. Он же написал. Писал устав, возил их, уговаривал возить на какие-то там стрельбы, там, из чего-то они там стреляли. И что-то там, какую-то стекляшку там, значит, насыпали, делая коктейль молотого. Это все была его инициатива. Он предлагал им закупать оружие. Они говорили, дружок, на хрена нам оружие? Нет, давайте уж, давайте по-взрослому. И вот этот человек, он вышел сухим из воды, он выступал в качестве свидетелем обвинения. Теперь я не знаю, что он получит, какой пирожок с полки ему дадут. Потому что он не штатный агент. Он не сотрудник. Поэтому звездочка ему не светит, наверное. А что ему светит, я не знаю. Вероятно, глубокое удовлетворение от содеянного. Ну, я думаю, что какой-то крюк на человека есть. Попросили оказать услугу. Знаете, вот вспомните, 17 мгновение весны, помните, был такой агент Клаус. Вот это вот чистый агент Клаус. Это такой просто вот природный мерзавец, не бесталанный. Агент Клаус имел дело с взрослыми людьми хотя бы, с пастором Шлагом. А этот имеет дело с детьми. И вот такие люди у нас уходят от ответственности. Хотя его бы осудить и посадить не мешало бы. Не просто не мешало бы. Но его бы за такие дела на молоток посадили конкретно. Несомненно. Просто он бы на нем просто сидел без остановки. Я никому не желаю молотка, так сказать, в известном месте. Но наказание для этого человека я хочу. И я буду постараюсь, так сказать, многое сделать в этом направлении. Потому что я этого человека считаю просто своим личным врагом. Вот. Кроме того, здесь такая еще история. Ведь это очень перспективное дело, друзья. Ведь это напоминает, в общем, этот самый Зелинский. Он же раскручивал количественную сторону этого дела. Он же хотел туда собрать как можно больше народу. Хотел собрать большое дело, большое. Еще, еще. А вот приводите ко мне ваших детушек. Я их скушаю. Вот там, а вот друзей приводите. Давайте. Большую организацию. Нужно было чем больше, тем лучше. Это мне напоминает, в общем, конструкцию большого террора. То есть, вы понимаете, масштабы несопоставимы. Уровень зверского наказания несопоставим. Но принципы возникновения подобного рода дела, они очень похожи. Очень похожи. Вот. Есть востребование сверху. Приносите дело о терроризме, об экстремизме. И оно создается. Там кто надо, то получит как раз звезды. Да, конечно, да, конечно, кто надо получит. Николай Карлович, а вот по поводу приносить эти дела. Слушатели спрашивают, а зачем вообще подобного рода вещи нашему государству? Ведь реальные угрозы эти дети не представляли. Зачем это Путину или силовикам? Государству не нужно, силовикам для отчетности. Силовикам для отчетности как? Они приносят папку и говорят, смотрите, раскрыли большое дело о терроризме. А там, наверное, еще западные агенты ведь были. Наверняка. Заговор детей. Заговор детей, заговор детей. Уже немолодые дети. Вообще собачка успела подрасти, как известно, за это время. Уже все совершенно летние. И вот есть чем потрясти перед начальством. Среднего звена перед высшим, высшего звена перед самым высшим. И в результате вот я прихожу, мы приходим в Совет Парамченко к президенту. Я ему говорю, так и так. Он говорит, нет, у меня лежит бумага, а не террористы. Николай Калыч говорит он мне. Террористы, смотрите, они ездили, стреляли. У них там гранаты, ружья, пулеметы, автоматы. Ничего этого нет абсолютно. Но доложили, потому что доложил этот мерзавец. И дальше, соответственно, вверх по вертикали все это докладывается. Все это обрастает еще живописными подробностями. Но с юридической. Мне интересно, юридическая точка зрения. Сами создали организацию. Как сами создали? И сами ее раскрыли. Он писал устав, он формировал группу, он вывозил, он предлагал. И так далее. Чистая провокация. Николай Калыч говорит, сами создали, сами раскрыли. Сами создали, сами ее раскрыли. Конечно, естественно. Сами создали, это идеальный вариант. Мне нужно отчитаться. Я сам создаю организацию, сам ее раскрываю. Блеск просто. Это, я повторяю, это очень в кавычках перспективно. Это может, в общем, понимаете, детей или подростков, или юношей, девушек, определенного возраста. В общем, его очень легко склонить к разного рода радикальным действиям. Ну, легко. Но это такой возраст. Достаточно взрослого, умного, циничного и опытного человека, который это делал... Хорошего манипулятора. Хорошего манипулятора, который это делал... Он еще был достаточно, как я понимаю, обаятелен, там, девушкам нравился. Вот. И все, и вперед. Очень, очень, очень опасная, очень опасный прецедент. И мало того... Он очень опасен. Мало того, сам по себе факт провокации, который, я повторяю, должен быть уголовным наказуемым, он остался безнаказанным. А даже будет, наоборот, награжден, то есть поощрен. И это создает очень опасные для нас перспективы. То есть отнырена для нас провокация, это в порядке вещей. Вот вчера был прецедент решением суда создан. Да. В этом смысле дело страшное, вот это новое величие. И мало того, что жалко девочек и молодых ребят, но, я повторяю еще раз, жалко всех нас. Так, что вы нам пишете? Необходимо судить этих судей. Они не могут осознавать, что делают. Судьи части этой системы. Все, они прекрасно понимают. Вы знаете, что я вам скажу? Это очень сложный вопрос. Вот мы вчера как раз беседовали на тему с одним моим близким другом. Не буду его называть. Он хороший, известный тоже человек. Известный журналист-политолог. Вы ему говорили как раз об ответственности судей. Вот часть системы. Они спасают свою карьеру. Вот эти вот дамы. Там, я видел этих судей множество раз. Там 30-летние, молодые, красивые женщины. В прошлом секретаре судов. Бывшая секретутка. Совершенно верно. Получившая заочное юридическое образование. И готовы выполнить любой приказ начальства. Не задумываясь. Не задумываясь. Ответственные они. Я считаю, что да. Что у них в голове? Мучения у них, когда они смотрят на себя в зеркало? Не знаю. И честно говоря, меня это не очень интересует. Вот когда мы говорили о том, что нужно менять там состав правоохранительных органов, потому что там полно садистов теперь. А что делать с судейской номенклатурой, которая полна подобного рода людей? Что такое судья? Авторитетнейший человек. Судья. Он судит. Ему доверие. Он облечен доверием общественным и государственным. И вот он просто по звонку. По звонку. Ключевой человек в любом государстве и области. Издавна, причем издавна, издревле, издревле. Всегда, абсолютно. Более того, судейский корпус, очевидно, должен быть абсолютно независим и отдельно существовать от всех ветвей власти. И никаких президенты не имеют, как бы должны быть лишены права снимать, назначать там судей Верховного суда глав. Это можно делать внутри коллегиально, как бы внутри судейским корпусом выбирать глав. Глав судов. Судебная реформа, реформа номер один, которая должна быть проведена в России. Несомненно. С этого все начинается. Кстати, когда было освобождение от крепостного права в 1861 году про Александр II, то там не меньшее значение в истории нашей страны, позитивное. Земские суды. Вообще реформа судебной системы. К началу 20 века у нас были самые прогрессивные суды в мире. Самые независимые. Но потом революция все сломала. Это другой вопрос. Но тогда мы шли просто исключительно по этому очень красивому пути. Сейчас все к чертям вернулось на уровень дотмена крепостного права. Да, да, да. Это абсолютное средневековье. Да. А сейчас еще ухудшилась ситуация после всех этих игрушек с Конституцией. Да, несомненно. Полно. Там абсурдная ситуация. Несомненно. С цитовским корпусом. Несомненно. Вообще суд, качество суда, это печка, от которой приходится танцевать всегда. Потому что при отсутствии суда нет гарантии частой собственности. Никакой. Отнимет кто угодно. Любой человек с автоматом начальник. Любой человек. Нет гарантии безопасности личной. Ничего нет. Если нет качества суда надежной, то нет больше ничего. Это такая вот альфа и омега. Любой более-менее прогрессивный, то есть эффективный, просто нормальная функционирующая система. Это суд. Хорошо. Давайте все-таки теперь перейдем к Александру Григорьевичу. Президент Белоруссии Лукашенко накануне дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Его можно посмотреть на ютубе. Там было много всяких интересных. Богатые, богатые, богатые фактуры. Да, я напоминаю, что 9 числа выборы через 2 дня. Лукашенко пытается как-то хоть немножко изменить ситуацию в свою сторону. И для нас там было несколько интересных заявлений. Я выбрал вот что, например. Значит, во-первых, по поводу объединения двух стран. Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии этого никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было сделать лет 20-25 назад. Сейчас нет. Точка. Значит, очень справедливое замечание. На самом деле. Я думаю, абсолютно адекватное. Действительно, белорусский народ будет против. А, еще пояснение. Извините. Также Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. Нет, но там много. При этом он подчеркнул, что страны все равно остаются ближайшими союзниками. Мало того, он называл Путина своим старшим братом. Да. И по возрасту. Там у них действительно есть разница в пользу Путина. И по соотношению потенциалов стран. Здесь начнем с того, кому он дал интервью. Это очень интересно. Он же дал его не Дмитрию Киселеву, а Дмитрию Гордону. Это очень известный украинский журналист, но очень честно связанный с украинскими госструктурами. И настроенный, в общем, не пророссийский, мягко говоря. Ну, антироссийский. Мягко говоря, да. И то, что именно такого интервьюера выбрал себе Лукашенко, это свидетельствует о многом. Это первое. Второе. Вообще, вот это вот, знаете, такая архаика, вот то, что он назвал Путина старшим братом. Такая глубокая архаика. Вы представляете, что какой-нибудь премьер-министр Великобритании говорил с президентом США, говорил, это мой старший брат. Просто фантастика какая-то. Вы знаете, отсылает во времена такой феодальной раздробленности, когда есть... Вы что-то хотите сказать даже? Да, Николай Карлович, я, к сожалению, вынуждена вас перебить, но буквально на несколько минут, друзья. И мы эту тему продолжим. Оставайтесь под серебряным дождем. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Да, это мы. Да, Игорь Дева, Виктор Набутов, Николай Карлович, Сванидзе. Проделаемся, продолжаем. Так. Я продолжу. Там я говорил об этимологии вот это вот наименование Лукашенко Путина старшим братом. Вот я говорю, что это вот глубокая совершенно архаика, которая нас отсылает к раннему средневековью, к феодальной раздробленности, когда там был великий князь, который был старший брат, реально старший брат, родной. Да, лиственничная система наследования. Да, князь там Киевский был старшим братом князя Черниговского. И они мечтали друг другу всадить тоже. Что и делали постоянно. Что и делали регулярно. Старший мечтал присоединить Чернигов, а младший... Да, никакие монголы, как наши друг другу. Младший мечтал сесть на место Киевского. Один при этом обращался за помощью к варягам, к норманам, а друг к... А наши в Варду ездили. К печенегам, да. Ну еще до... До Орды, хорошо. А потом в Орду тоже, когда была борьба за главный престол между Москвой и Тверией, решалось в Орде, кто будет главным. Да. И победил Иван Калита, который Михаила Тверского там убил с помощью монгол. Ну нормально, нормально совершенно. Братья. Братья и сестры. Высокие отношения. Братья и сестры. Это одна, так сказать, одна ветвь этимологическая. А вторая это криминальная, конечно. Потому что вот братки, братва, вот это все наименование. Наименование брат, брат, привет, брат, братан, брателла. Вот это все абсолютно. Вот это очень забавно, конечно. Но если от слова переходить к делу, конечно, Лукашенко резко, во-первых, он в истерике. Совершенно в очевидной истерике. Это совершенно ясно. Особенно в ситуации с этими 33 богатырями нашими, вагнеровскими, которых он там заловил. И по этому поводу у меня есть еще один комментарий. Это произошло позавчера. Когда Лукашенко собрал, по-моему, прокуроров. Он не собрал, а пригласил. Он пригласил генеральных прокуроров Беларуси и Украины для того, чтобы обсудить вопрос, а не выдать ли некоторых из этих 33 товарищей, у которых есть еще и украинское гражданство в украинской стране. То есть перейти как бы явно красную черту. Это совершенно очевидная, очень жирная красная черта, после которой вот все эти слова, которые произносятся, они все обратимы. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Завтра будут обниматься, целоваться, ненавидеть. Они ненавидят друг друга с Путиным. Но они будут обниматься, жрать друг в другу руки, о чем-то договариваться. Но если он отдаст часть вагнеровцев в Украине, вот это будет воспринято Путиным уже как предательство, а предатель хуже врага. И этого он уже не простит. И этого он уже не простит. Поэтому я думаю, что Лукашенко... Впрочем, я ничего не думаю. Он вабанк играет? Во-первых, он, может быть, играет вабанк. Во-вторых, он повышает, конечно, сейчас свой переговорный потенциал. Взвинчивая эмоции, он повышает свои переговорные позиции, улучшает. Но поскольку он сам взвинчен, то где-то он может в эту красную черту и перейти, на самом деле. И тогда мне неизвестно, что будет. Потому что вообще Путину нужен Лукашенко. Путин не будет... Слабый. Слабый, предельно слабый. Каким он и будет после выборов. Потому что мой прогноз на выборы совершенно банальный. Лукашенко объявит о своей грандиозной победе. После чего люди выйдут на улицы. После чего Лукашенко будет их давить. После чего он станет ненужен Западу, потому что он станет кровавым диктатором. Не просто последним диктатором Европы. Он же как звездный. Не, последний, а предпоследний. Вот. Но он станет кровавым диктатором. Смешно. И таким образом он будет слабый, непопулярный в Белоруссии, ненужный Западу. Он будет мягок, как пластилин. И это то, что нужно Кремлю. Абсолютно. Вот. Я думаю, что сейчас Кремль выжидает. И ожидает именно вот такого события. А он может подложить свое мнение сказать. Гады, наши старшие братья. Возьму и уйду спокойно. Куда? Ну, куда-нибудь. Куда он уйдет? Куда он денется? На пенсию. Куда он с подводной лодкой денется? На какую пенсию? Как вы себе представляете пенсию Лукашенко? Как вы себе представляете пенсию Путина? Нет, невозможно себе представить, конечно. Нет. Нет. Как обычного бывшего президента. Но это необычный бывший президент. Николай Карлович, спасибо вам огромное. Ждем вас в следующую пятницу. Всегда ваш. Ваш Коля. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Наш старший брат. Наш старший брат. Назвайте меня просто старший. Брателл, назовайте меня. Друзья, с Виктором мы прощаемся до понедельника, до восьми утра. Хороших выходных, ребята. Спасибо за ваше сообщение. Счастливо, друзья. Впереди мужские игры с Никитой Небылицким. Пишите, звоните и оставайтесь под серебряным дождем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова